Всем привет! Как и обещал, начинаю выпускать разъясняющее видео по современным техникам игры на кларнете. Сегодня поговорим о SoundFondue. Как, что и почему. Что это такое? Это расщепление звука на обертоны, которые его составляют. Почему это происходит? Кларнет из-за его структурных особенностей имеет специфическую систему обертонов. И так как эти обертоны натуральные, в отличие от темперированного фортепиано, то при взаимодействии друг с другом их частотное соотношение будет приводить к биению, и кларнет начнет заводиться как вертолет. Подобный эффект также можно получить, если петь и играть одну ноту одновременно. Причем петь эту ноту немного не стройно. Так что же нужно знать, чтобы уметь извлекать и контролировать расщепленный звук? Первое. Нужно уметь играть глиссандо. Нужно запомнить ощущения в горле. Это нам пригодится в будущем. Второе. Освоить обертоновую технику игры на кларнете. Сейчас не буду углубляться в подробности и раскрывать эту тему, так как есть одноименная прекрасная статья у Кирилла Рыбакова. Ссылка будет в описании. Статья также полезна будет для тех, у кого есть проблемы с третьей октавой и с постоянными киксами. Освоив эту технику, мы переходим непосредственно к расщеплению. Для этого возьмем самую сочную, наполненную обертонами ноту по записи ми малой октавы. Теперь вспоминаем про ощущения при игре глиссандо, как будто на зевке. Пытаемся попасть на какой-либо из обертонов данного звука. При этом основной тон тоже должен звучать. Также это работает и в другую сторону. Берем обертон, к примеру, седьмой. И на ощущение глиссандо стремимся к основному тону. Грубо говоря, мы должны киксануть и удержать этот кикс своими ушами и ощущениями. А потом, на ощущение глиссандо, открывая горло, мы должны стремиться к основному тону, который зажали. Например, вот так же, что касается этой ноты ми. И так же, в другую сторону. Ну вот и все. Пробуйте. Свои результаты выкладывайте в соцсети и отмечайте меня. Пока.